МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывы, жители жалуются на мародеров и за предельно взлетевшие цены. Большой переполох на Приморском бульваре. Правоохранители нагрянули с обыском в Одесскую мэрию. Я устал, я ухожу. Почему Игорь Грынев перестал возглавлять фракцию БПП и кому он ее передаст? Стенка на стенку. В Римненской области снова сошлись рукопашную, полиция и копатели янтаря. Имя киллера, застрелившего Дениса Вороненкова, просочилось в СМИ с самого утра. Стало известно, что убийство совершил Паршов Павел Александрович, гражданин Украины, 88-го года рождения, уроженец Севастополя. Информацию сначала распространили блогеры, затем нардеп Антон Герасченко. Правда, одиозный советник Авакова, как всегда, блеснул познаниями и выложил целый массив секретных данных. Написал, что Паршов, агент российских спецслужб, никогда официально за пределы Украины не выезжал, но якобы в феврале 15-го года пересек границу, пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией. В России Паршов якобы обучался в школе для диверсантов, созданной, вдумайтесь, еще во времена сталинского НКВД, где и получил задание внедриться в воинское подразделение Украины и притвориться обычным солдатом. Исполнив все, Паршов ждал команды из Москвы, ну и вот дождался приказа убить Вороненкова. Где всю эту информацию нарыл Герасченко? Вопрос. Киллер, как известно, погиб и поведать ее советнику Авакова не мог. Как тут не вспомнить откровение нардепа об убийстве Шеремета, когда после скандала в СМИ в МВД были даже вынуждены официально заявить, что доступа к данным расследований Герасченко не имеет. А вот от официальных структур информацию об убийстве Вороненкова приходится собирать буквально по крупицам. Что известно на эту минуту о резонансном деле, расскажет Ярослав Кречко. Это кадры последних секунд жизни Дениса Вороненкова. Убийца идет по пятам. Вороненков оборачивается, киллер сначала ранит его, потом стреляет в охранника и добивает уже лежачего экс-депутата. Раненый телохранитель лежа стреляет в убегающего убийцу. Киллер, 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, уроженец Севастополя, в последнее время проживал в Днепре. В этом доме семья Павла Паршова купила квартиру в 2000-х. Сегодня дома никого. Соседи о семье отзываются положительно. Паршов жил с мамой. До переезда из Крыма в Днепр она развелась с мужем военным. Павел занимался спортом и, говорят, был хорошо воспитан. Всегда он поздоровается, всегда пропустит, всегда подержит дверь. То есть вот сейчас это не так часто встречается. Он дома все время родителям помогал. С дедом тут ремонт делал. Я вообще удивился, что мастеровой парень. Впрочем, днепровские правоохранители знают Паршова с другой стороны. В 2011-м его обвинили в финансовых махинациях. Он числился в розыске на сайте МВД. Был в розыске. Все. Если надо будет конкретно по этому материалу, я вам все расскажу. А, надо. Где еще позднейше. Чуть-чуть позднейше. Я не хочу навредить кимскими коллегами. В 2015-м Паршов записался в Нацгвардию Украины. В батальоне Донбасс прослужил чуть более года. Затем без оружия самовольно покинул расположение своей роты и был уволен. Он проходил службу в подразделе Национальной гвардии Украины. Это батальон спецпризначения Донбасса. В 2015-м году они были в складе военной части 3057-м города Мариуполь. Он пришел в 2015-м году, после того, как батальон перестал воевать, был в учебной роте. Потом ходил он, чтобы его уволили. Если убежал, его уволили по невыполнению контрактов. Дело Вороненкова ведет прокуратура Киева. В пресс-службе нам рассказали, проводятся следственные действия, пока без комментариев. А во Львове журналисты подловили военного прокурора Анатолия Матиоса. Но сведения от него скудные. Працует очень интенсивно большая группа оперативников, службы безопасности, нас, полиции, следствия. Новины есть. Я не имею права про них говорить. Знаю тех оперативных работников, которые занимаются расширением спецучастников. Все слышали про автомобиль, который отъехал. Достаточно много уже сделано. Очень много. Советник главы СБУ Юрий Тандит во время торжественных событий по случаю годовщины создания службы, сказал интернет-изданием, видит связь между взрывами в Балаклее и убийством бывшего депутата Госдумы. На том же мероприятии Петр Порошенко призвал спецслужбу помочь следствию в деле Вороненкова. С правой честности всех правоохоронных органов Украины и служба должна подставить свои плечи и помогать. В этом месте есть и раскрытие убийства вчерашнего, когда рядом с премьер-палацом был убит депутат Госдумы России, главный свидетель по справе Януковича. Что касается охранника Вороненкова, то он находится в столичном военном госпитале. Состояние тяжелое. По данным одного из интернет-изданий, у Павла Паршова остались жена и ребенок. Они проживают в России. И бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят в Киеве. Ярослав Кречко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Абсурдом назвали в Кремле обвинение в заказе убийства Вороненкова. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, выразил надежду, что несмотря на подобное заявление украинской стороны, убийство экс-депутата Госдумы будет расследовано полноценно. Сделать все возможное для раскрытия этого громкого преступления призвали в Берлине. Как заявил официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер, еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством Вороненкова. А вот своих сведений о мотивах или возможных заказчиках в Берлине нет. Важные вопросы, связанные со вчерашним громким убийством, мы уже скоро обсудим с гостями Черного Зеркала. Например, почему в центре Киева преступники чувствуют себя так свободно? Насколько правдивы сведения, которые об этом деле распространяет Антон Герасченко? И когда будут завершены расследования других громких дел? Ток-шоу стартует после подробностей. Не пропустите, пожалуйста. Ну, теперь о резонансной трагедии, которая вторые сутки разворачивается в Харьковской области. Балаклеи и сегодня были слышны взрывы. Склады с боеприпасами продолжали гореть. Напомню, вследствие ЧП один человек погиб, и еще пятеро получили ранения. Самые последние новости узнаем от моей коллеги Светланы Шекеры, а она с нами на прямой связи. Света, приветствую тебя. Замминистра обороны, вот совсем недавно отчитался, что пожар на арсенале потушен полностью. Ты можешь нам это подтвердить? Добрый вечер. Да, действительно, главная новость на эту минуту. Пожар на складах ликвидирован. Территория очищена практически от выбуха небезопасных предметов. Безпосредственно на арсенале очищаются сейчас дороги, проводится дополнительная разведка для проведения остаточной инвентаризации по тем объектам, которые вцелили, по тем складам, которые вцелили. Впрочем, какие именно снаряды взрывались, военные так и не говорят. Это тайна. И повторяют, это была диверсия. Один и тот же типовый механизм запускания летальных аппаратов и скидывания запалювальных пристроев або виробов. В чём проблематика? Наразі, ну, принаймні, мы и сегодня это будем обговорювати. Насколько это возможно, есть соответствующие представители потужности и спроможности, и восстановление, и модернизация летальных аппаратов позволяет им отдаляться и повертаться с внесением соответствующего вантажа до 100-150 километров. Губернатор отчитывается, люди могут вернуться в свои дома в радиусе 10 километров. Спасатели постоянно получают вызовы и выезжают на разминирование территории. В Балаклее работает 9 пиротехнических групп. Людям обещают компенсировать затраты на восстановление их жилья из резервного фонда Кабмина. Но кому и сколько выделить, сейчас неизвестно, пока не подсчитают общий ущерб. О том, как жила сегодня Балаклея, в нашем следующем материале. Утром на пороге Балаклейской райадминистрации отчитываются военные. С шести вечера взрывов практически нет. На арсенал зашла разведгруппа и начала разминирование. Ситуация в войсковой части стабильна, хотя не совсем проста. Отбылась локализация всех жилья запаливания и выбухов. И после проведения наземной разведки будет отбываться ликвидация наследов. Дом Нины Сироткиной в трех километрах от складов. Вчера в него попал снаряд «Ураган». Начался пожар. Спасатели только заканчивают тушить огонь. А что ты, скажи, что это за снаряд? Ну это точка У называется, ракета. «Ураган». То, что осталось от здания, представляет собой плачевное зрелище. Вот эта комната у нас была. Вот, помогли, только мы выкипили. Вот, несколько дней назад. Снаряды лежат в Балаклее просто на улицах. Вот этот, например, прилетел на школьный стадион. Люди сами ограждают боеприпасы, как могут. Говорят, помощи ждать особо не от кого. А вот боеприпас застрял прямо в одном из окон жилого дома. Местные жители вызвали полицию. Приехал наряд, осматривают снаряд и успокаивают. Опасности он не представляет. Во дворе вокруг полицейских быстро собирается толпа людей. Они буквально засыпают правоохранителей вопросами. Официально людям разрешат вернуться в дома только после того, как территорию арсенала разминируют. Но многие решили не ждать, боятся мародеров. Переждали, приехали обратно. Ночевали дома, естественно. Ребята вот в соседнем доме. Всю ночь сидели, костер полили, охраняли весь дом, квартиры. И действительно, после эвакуации прошло чуть больше суток. А мародеры уже работают вовсю. Это подтвердили и в полиции. Правоохранители задержали мужчину, который украл телевизор. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. В соседние с балаклеи села начали возвращаться местные жители. В четырех из них уже безопасно, так заверяют в Харьковской обл. администрации. Но далеко не многие соглашаются на это возвращение. В основном люди приезжают просто, чтобы убедиться в сохранности своего имущества. Подробнее Станислав Кухарчук. Вот так в село Борщовка, оно всего в пяти километрах от хранилища, понемногу возвращаются жители. Прошлой ночью почти все население спешно эвакуировалось. Так же, как и из поселка Совхоз в пригороде Балаклеи. Сегодня сторож круглосуточного детсада Людмила Кавун приехала, чтобы убедиться в сохранности своего жилья. Но осталось помогать разбирать завалы. Когда начали взрываться снаряды, в садике выбило все окна. Уже вторые сутки в доме Анны Николаевны сквозь разбитые окна гуляет ветер. Эвакуироваться пенсионерка не успела. С верным псом Арчи пряталась на кухне. Боялась. Это страшное, что было. А кот тут под одеяло подлез. Невестка и сын пенсионерки сегодня приехали восстанавливать дом матери. Временно планируют заклеить окна пленкой. Татьяна с ужасом вспоминает, от огня и взрывов бежали все, кто мог. Ехал поток машин, люди шли пешком с поселка Нефтяников, отсюда ехали машины. Я такую щену плачула. Но многие эвакуированные так и не отважились вернуться. Школа села Савинцы в 15 километрах от Балаклеи приняла более 300 человек. Чтобы их вывезти, директор отправила школьные автобусы. Уже вторые сутки женщина без сна. Но жалуются лишь на то, что места для людей катастрофически не хватает. Водой, едой и теплыми вещами эвакуированных помогают обеспечить в Савинцах местные жители. Ведь многие бежали от огня. В чем были? Кормят очень хорошо. Конечно, таких условий нет, но мы не жалуемся. В этом модульном городке на окраине Харькова для эвакуированных тоже нашлось место. Здесь более полусотни жителей Балаклеи и соседних сел. На первое время людей обеспечили всем необходимым. Приезжали люди, с которых брали по 25 гривен за то, что их вывезут, эвакуируют. Брали по 25 гривен. Направить машину 80 гривен, 80-85 литров. Хотите платите, мы повезем. Но возвращаться в родные дома военные людям пока не советуют. На складе все еще сохраняется опасность. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Не мешать. Такое требование полицейским выдвинули янтарные старатели Зареченского района Ривненской области. Несколько сотен людей собрались возле райотдела полиции после конфликта, возникшего сегодня утром в селе Боровое. Подробности у Инны Белецкой. Зареченское отделение полиции за забором. Сотни старателей пришли требовать наказания для местных полицейских. Детские служители закона бросали светошумовые гранаты у сельской школы в Боровом. Дети пришли в школу, в школе привезли скутера, начали кидать шумовые гранаты, сельскочевым газом кидать. Что делать? Школьники начали школить. В школе там автово, в школе, они в центре стреляют травму с травмацией. Люди возбудились и поехали. Понимаете? О том, что было утром до событий, у школы селяне говорить не хотят. В оперштабе рассказывают, проводили отработку в селе Боровое, где постоянно стационарно работает до сотни мотопомп. Это не понравилось местным. Они пытались перекрыть дорогу. Была спроба блокирования, однако, будь-яких телесных ускорб, никто из работников полиции не отримал. Была озвучена претензия до местных работников Зреченского отдела полиции, что до незаконной их деятельности. По данному факту будет предназначено служебное расследование. Вот фотографии того, что застали полицейские на месторождении в селе Боровое. В оперштабе обещают разобраться, бросал ли кто-то из полицейских гранаты. Операцией руководил начальник Зареченского отделения полиции Сергей Кирьянов. Но действия полицейских не главная причина протеста. Люди просят, чтобы их не трогали и дали возможность работать. Говорят, из-за войны потеряли единственный заработок. Раньше ездили в Москву на стройки. Мы туда не поедем, потому что это не наши люди. Они до нас обоевывают нашу землю. Они нам уже сделали враги. И утверждают, платят за работу каждой помпы. Суммы называют разные, от 100 до 500 долларов. Но кому именно, полиции или криминальным группировкам говорить, наотрез отказываются. Чревато последствиями. Поймите люди правильно нас. Мы у каждого тут семьянина. У каждого, кто дети, даже есть по 18, по 19 лет, которые работают, добывают гроши. Из нас эти гроши приезжают, забирают. Тупо забирают. Через несколько часов селяне разошлись. В администрации им пообещали. На следующей неделе объедут все села и поговорят с людьми. Отдельно прошла встреча старателей с полицейскими. За закрытой дверью. Что пообещали им правоохранители, неизвестно. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Переполох в Одессе. Детективы НАБУ нагрянули сегодня с обысками в местную мэрию. Наведали сразу в несколько департаментов и управлений. Что искали, об этом подробнее расскажет Андрей Анастасов. Сам факт, что следственные действия в мэрии проводились, в горсовете подтверждают, но подробностей не сообщают. Известно, что работали детективы НАБУ. Изымали документы. Все происходило утром в аппарате горсовета, в департаменте коммунальной собственности, а также в юридическом департаменте. Свидетелем всего этого стал один из местных депутатов. По его данным, Национальное антикоррупционное бюро заинтересовалось проектом так называемой Европейской мэрии. Речь об огромном заводском здании, приобретенном осенью одесскими властями. Это такой скандальный объект, который был куплен у частной компании за 185 миллионов гривен. Причем ранее эта частная компания наукционе его приобрела всего лишь за 11 миллионов гривен. Что вызвало действительно серьезный такой резонанс. Здесь важный аспект, который связан, естественно, с оценкой этого имущества. В самом НАБУ ситуацию нам прокомментировали по телефону. Уточнили, что речь идет о заводе Краян. А выявить сделку с коррупционным душком помогли одесские активисты. Я повернусь до Национального антикоррупционного бюро и заявила про злочин, еще на стадии его учения. Что касается Европейской мэрии, то суть проекта в том, что в это здание после ремонта должны переехать все муниципальные службы управления. В общем, одесские чиновники будут под одной крышей. О самой сделке, правда, действительно много говорят. Например, что решение приобрести здание по баснословной цене принималось в авральном режиме на внеочередной сессии, о которой депутатов оповестили буквально за день до ее проведения. Возможно, детективы как раз и выясняют причину такой спешки. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. И еще одно резонансное событие. Сегодня столичной прокуратурой был задержан заместитель председателя Шевченковской райадминистрации Киева. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Виктора Андреева подозревают в создании преступной группировки, которая незаконно присвоила 27 миллионов бюджетных гривен. Преступники поделывали документы на владение имуществом. Горе заместителя ловят на горячем уже не в первый раз. В 2015 году Виктор Андреев был задержан за вымогательство. Тогда он требовал взятку свыше 70 тысяч гривен. Почему взяточник так и не понес наказание и продолжил работу на высокой должности, вот это уже вопрос к правоохранителям. США и Великобритания против введения электронных деклараций для антикоррупционеров. Речь идет о поправках в закон, которые обязывают членов общественных антикоррупционных организаций отчитываться о своих доходах. На официальной твиттер-странице американского посольства указано, что делать мишенью антикоррупционеров это шаг назад. Такого же мнения посол Великобритании в Украине Джудит Гофф. Она предупреждает, что эти меры могут ограничить возможности общественных организаций, усилить на них давление и помешать реформам. Наши депутаты сегодня прислушивались не к иностранным дипломатам, а к правительству. Члены Кабмина пришли на час вопросов. Вот много ли депутатов ожидало их в зале и о чем собственно шла речь? Анна Каменева все расскажет. Игорь Грынев покидает пост главы фракции БПП. Эту новость сегодня активно обсуждали в кулуарах Рады. Якобы Грынев хочет сосредоточиться на работе советника президента Украины по стратегическим вопросам. Но в самой фракции эту информацию комментируют неохотно. Я к депутату от БПП, мне эта информация не дошла со ЗМИ. Заседание фракции не проводилось, поэтому официально комментировать не могу. Список кандидатов на пост главы фракции БПП разглашать не торопятся. Во всяком случае, до тех пор, пока Грынев не написал официального заявления. Но уверяют, три кандидата уже есть. И голосование может состояться на следующем заседании фракции. Ирина Луценко, Яращенко, Артур Герасимов. Да, вот эти три призвища, которые сегодня уже обговорюются. Как только будет официальная заявка, как только будет уже суточная заявка, и тогда уже пан Грынев, когда пойдет, будем сразу обговорить наступную кандидатуру. Но фракция не остается без управления. У нас очень много заступников есть. Говорили в Раде сегодня и о ситуации в Балаклее. Отчитывался глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. По его словам, в городе прекращена подача газа и остановлена работа автозаправок. Нет железнодорожного сообщения и перекрыто воздушное пространство в радиусе 40 километров. Из Балаклея и окрестностей эвакуировали более 20 тысяч человек. А вот с премьером Нардепа дискутировали о блокаде на Востоке. Один из ее организаторов, Нардеп от самопомощи, упрекнул Гройсмана, дескать, Кабмин ничего не делает для обеспечения энергонезависимости страны. Что делается урядом для того, чтобы, в частности, обеспечить энергетическую независимость? То, что вы своими действиями особенно посилили эту независимость, то это однозначный факт. Вы не попали в точку, что до, так бы мовити, больной точки для нашей экономики. Ну, то такая справа. Сейчас мое задание и задание уряду – компенсировать это экономическое падение, заменить его экономическим взрослением. Наконец-то дошли руки у Нардепов и до проблем переселенцев. Рада утвердила часть законопроектов, разработанных оппозиционерами. До этого, две недели, парламент отказывался выносить их на голосование. Мы сделали заявку, что мы не будем голосовать в парламенте, пока не будут внесены законы про допомогу переселенцам. Парламент дослушался, и закон был принят. То есть мы считаем, что это хорошо, это нужно продолжать. И парламент должен заниматься поддержкой людей, а не какими-то балочками. Уже к обеду Рада традиционно опустела. Нардепы ушли на неделю поработать в округах. Анна Каменева, Александр Васильченко, Ирина Романова, Иван Ермаков, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Ну а пока депутаты готовятся к активной работе в округах, в том числе, конечно же, и заграничных, и выясняют, блокада это хорошо или плохо, на многих предприятиях продолжают подсчитывать убытки. Например, на Авдеевском Коксахиме, который зависит от поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Там сегодня побывала наша съемочная группа. О том, как выживает завод, мы узнаем у Геннадия Вивденко. Он в Донецкой области. И сейчас с нами на связи Гена. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, в каком положении сейчас предприятие и непосредственно Авдеевка, которая полностью зависит от его работы? Добрый вечер, Алексей. На Авдеевском Коксахиме печи пока не затушены. Их поддерживают в рабочем состоянии. Однако около 200 человек фактически остались без работы. Они-то находятся в так называемом простое. Часть из них занимается, например, уборкой территории. На работу они, будем так говорить, ходят. Но так как продукцию цех не производят, они занимаются ничего не деланием по блокаде. Ничем хорошим это для нашего цеха, по крайней мере, не закончится. Почему? Потому что коксовая батарея должна производить кокс. На данный момент печи стоят пустые. Главная причина того, что завод простаивает, это не только постоянные обстрелы боевиков, но и торговая блокада с оккупированными территориями Донбасса. Коксахиму концентрфически не хватает энергетического угля. А ведь предприятие наполняет бюджет Авдеевки на 80%. Бессмысленная блокада, непродуманная, вообще не обдуманная. И это ж на людях сказывается. Кто-то придумал 2-3 человека, а страдают, скажем так, тысячи и тысячи. Сейчас АКХЗ, а значит весь город, испытывает недостаток воды, электроэнергии и технического топлива. А 95% себестоимости кокса, так необходимого для украинской методологии, это именно уголь. На заводе подсчитали убытки за февраль, это почти 180 миллионов гривен. Введено внешнее управление, либо национализация, то есть там, судя по всему, этого угля мы больше не увидим. Заместить нам его пришлось дорогостоящими американскими углями и российскими. Кто в конечном итоге выиграл, те люди, которые поддерживали Украину, сейчас уже говорят о том, что вы на нас забили, мы вам не нужны. После обстрела неделю назад рабочим пришлось лопатами доставать из печей готовый кокс температурой свыше тысячи градусов. Пять печей, вручную, сотни тонн. Мы стали свидетелями окончания работ. Восстановление печей стоит сотни миллионов гривен. Себестоимость продукции выросла. Вот как следствие, авдеевский кокс подорожает. Надо искать рынок сбыта и продавать дешевое сырье. Опять же, конкурентная способность теряется по сравнению с другими поставщиками. Работники завода считают, что сохранение украинского контроля над Авдеевкой это не только стойкость бойцов ВСУ на передовой, которая расположена буквально в нескольких километрах от КХЗ, но и восстановление работы предприятия, без которого жизнь города просто невозможна. Алексей, студия, это пока все. Спасибо, коллега, за работу. Геннадий Вивденко о том, как выживает Авдеевский коксахим и сама Авдеевка в условиях угольного голода. Но вот в то же время в Европе уже подсчитали экономические и финансовые потери Украины от торговой блокады Сардло. Так известный шведский экономист Андреас Аслунд написал в Твиттере, что промышленное производство в Украине в феврале упало на 4,6%, хотя еще в январе наблюдался рост более 5%. Экономика Украины пострадала в том числе из-за блокирования железных дорог, уточнил авторитетный эксперт. Украина и МВФ уже почти решили вопрос, связанный с блокадой. Об этом сообщают украинские новыны со ссылкой на свои источники в Кабмине и НБУ. Стороны согласовали новый макроэкономический прогноз и негативные риски для украинской экономики. И, хотя конкретные цифры не разглашают, они якобы не будут критичными для нашей страны. Не допустить отмены моратория на продажу земли призывает нардеп Сергей Каплин. По его словам, ряд депутатов в угоду МВФ пытаются провести такое решение через Конституционный суд. Об этом Каплин заявил сегодня в Черкасах на сессии облсовета. Призывает Каплин и запретить закупку минеральных удобрений в России. Это, по его словам, ведет к гибели двух крупнейших химических предприятий Украины. Урядом Яценюка започатковано, а сегодня продолжается, масштабная торговля с закупивлёй миндобрив с одной из российских компаний. Власник этой компании потрогал свои статки. В зоне АТО погибли двое украинских военных. Во время обстрела боевиками Авдеевки раненый мирный житель. Всего за сегодня было около полусотни обстрелов. Найомники используют артиллерию, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении военные зафиксировали, как противнику подвозят новые боеприпасы. Подробнее в репортаже с передовой Ирина Баглай. Из-под лепок село работает снайпера, работает пулемёт. Линия фронта под Донецком для наёмников как полигон. Украинские защитники с боевым опытом отмечают почерк кадровых российских военных. Предполагают, это очередные учения. Артиллерия противника работает по принципу карусели. Миномётный расчёт отработал, за ним другой, пока первый перемещается по линии соприкосновения. Те же тяжёлые орудия прикрывают вражеских стрелков. Это большой калибр, которыми ведут методический обстрел, под прикрытием обстрел. То есть грамотно построенная стрельба идёт. Это не шахтёр стреляет, потому что всё чётко разграничено. В последнее время у противника появилось и новое вооружение, доставленное из России, уверены командиры. Это ракета, которая запускается с пусковой какой-то установки. Противник вылазит на безопасное расстояние, наводится на наши позиции. Выглядит он под вечер примерно как лазер, обычный детский, можно сказать. При помощи него замеряется длина и прицель набьётся по позиции. Наряду с новыми боеприпасами на отработку пускают и старые, советского производства. Зачастую, говорят пехотинцы, они не срабатывают, но в авдейских лесах ходить приходится не отрывая глаз от труп. Не сработавшая РПГ 7С. Ямочка 120, деревья посещены осколками, заходят вглубь леса. Также пролетают вглубь и крупный калибр. А поднимаешь голову и на этом участке без объяснений осознаёшь, какова плотность огня со стороны захваченных боевиками территорий. С той стороны работает противотанковая винтовка, калибром минимум 14,5, разрывными, работает, сечёт всё подряд. Деревья, как рука, пересекает. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Нормандская встреча без России. Сегодня в Париже встречались представители МИДов Германии, Франции и Украины. Это нам подтвердили источники в дипломатических кругах. Официальный Киев представлял первый замминистра Вадим Пристайко. Ранее в Вашингтоне он сообщал об отказе Москвы принять участие в этих переговорах. Обмен любезностями накануне выборов. Ровно за месяц до первого тура президентской гонки во Франции Марин Лепен посетила Москву. Лидер ультраправых пообщалась с депутатами Госдумы, а также провела внеплановую встречу с президентом Путиным. В Кремле они обсудили ход выборов во Франции, мировые угрозы в виде терроризма и глобализма, а также много говорили о событиях в Украине. И тут новости для нас тревожные. Лепен подтвердила свою пророссийскую позицию и высказалась относительно санкций. Первым делом я бы подумала о снятии санкций с России, потому что всегда была против них. Мне кажется, их введение было крайне несправедливым и контрпродуктивным шагом. Количество жертв теракта в столице Великобритании увеличилось до четверых человек. Этой ночью в больнице умер 75-летний Лесли Родес, житель Лондона. Еще один раненый по-прежнему в критическом состоянии. Всего пострадали около 50 человек. 30 из них до сих пор в больницах. Тем временем появляются новые сведения о террористе. Детали узнаем у нашего британского корреспондента Оксаны Кундеренко. Отец троих детей, муж, учитель английского, коренной британец Халид Масуд по прозвищу вампир был хорошо известен полицией из-за многочисленных правонарушений. В разное время его звали Халид Чудри, Адриан Рассел Аджара, Адриан Элмс. Вот его школьная фотография. Знакомые говорят, мужчина был очень религиозным, но при этом и наркотики употреблял, и дебоширил. Я хочу еще раз обратиться к общественности. Мы очень ждем любых сведений от тех, кто знал Халида Масуда, кто знал о его связях, о местах, где он бывал. Думаю, есть те, кто был обеспокоен его действиями, но по разным причинам не обращался в полицию. Сделайте это сейчас и ничего не бойтесь. За минувшие сутки спецслужбы произвели еще два важных ареста и проследили дорогу нападавшего. Он под собственным именем ночевал в городе Брайтон. Вот в этом отеле. И даже рассказал сотрудникам о том, что едет в Лондон. Он был очень дружелюбным. Даже на ресепшене сказали, какой чудесный гость, и занесли в систему этот комментарий. Он поселился в комнате, переночевал и уехал. Очень быстро, без особого общения с нами. Мы не знали, что он намеревался сделать. Масуда отправился убивать. Это фото погибшего полицейского Кита Палмера за 45 минут до смерти. С офицером попросила сфотографироваться американская туристка. Семью стража порядка, который отдал жизнь ради безопасности сограждан, поддержит финансово. Онлайн-петиция его памяти собрала больше полумиллиона фунтов стерлингов. Сейчас на месте его гибели все вернулось на свои места. Дороги открыли, ухода в парламент дежурят коллеги-полицейские, их вдвое больше обычного. А трагедии напоминают цветы, которые небезразличные, кладут просто на тротуар. Вчера вечером весь Лондон замер в минуте молчания. Тысячи людей вышли на церемонию памяти жертв теракта. На Трафальгарской площади и на Вестминстерском мосту зажгли свечи. Представители разных религий и национальностей собрались вместе, чтобы сказать террору «Мы не боимся, нас не сломать». Оксана Кундеренко, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Попытка обилить имя сына или докопаться до правды. Спустя два года после авиакатастрофы аэробуса немецкой компании «Джеман Винс» отец второго пилота Андреа Солубица, которого обвиняют в умышленном крушении лайнера, заявил, что сомневается в официальной версии следствия. Напомню, на борту находились 150 человек. Самолет летел из Барселоны в Дюссельдорф и разбился во французских Альпах. Продолжит Татьяна Лагунова. Траурная церемония в немецком городке Хальтерн в местной гимназии сегодня вспоминают учеников и учителей, погибших в авиакатастрофе во французских Альпах. На борту аэробуса авиакомпании «Джерман Винс» ровно два года назад из Испанской Барселоны домой в Германию возвращались 16 школьников и два преподавателя. Это необычайно важно для нас, для города и, конечно, для родственников погибших. Мы хотим показать им, что весь город разделяет их боль и поддерживает их. Самолет, на борту которого находились 150 пассажиров и членов экипажа, разбился по вине второго пилота. Андреас Лубец, страдавший от депрессии и серьезных психологических проблем, закрылся в кабине экипажа, задал курс на снижение и умышленно разбил лайнер. Это официальная версия следствия, которую сегодня попыталась испорить его семья. Провокация или попытка найти правду сегодня, спустя ровно два года после авиакатастрофы, с журналистами пообщался отец второго пилота Андреаса Лубеца. Он специально собрал пресс-конференцию в Берлине, чтобы рассказать о своих сомнениях в официальной версии происшедшего. На пресс-конференцию Гюнтер Лубец пришел в сопровождение авиационного эксперта Тима Ван Беверена. Ему семья второго пилота поручила провести независимое расследование катастрофы и первым делом заявил, что его сын не был ни самоубийцей, ни монстром. Да, действительно, в 2008-2009 годах у него были депрессии. Но задолго до трагедии он преодолел эти проблемы и снова начал радоваться жизни. Продолжил обучение в летной школе и успешно его завершил. Следствие могло ошибиться, считают и отец Лубеца, и приглашенный эксперт. Мол, нет никаких доказательств, что во время авиакатастрофы второй пилот находился в сознании. И что именно он запер дверь в кабине экипажа. Ее могло просто заклинить. Подобные инциденты и раньше случались на борту этого же аэробуса. Возможно, все. Если действительно так и было, и Андреас Лубец умышленно разбил самолет в горах, семье придется принять эту горькую и тяжелую правду. Но пока для этого обвинения нет веских доказательств. Следствие по делу авиакатастрофы уже завершено. Поднимут ли его заново, неизвестно. Родственники же погибших говорят, для подобной пресс-конференции все-таки стоило выбрать другой день. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Мусор из Львова, наконец, будут вывозить. Местные власти договорились об этом с тремя городами области. Но вот только с какими не признаются. Возможно, опасаются, что местным жителям это не понравится, и они снова начнут митинговать. Пока речь идет о захоронении 900 тонн отходов. Еще шесть городов должны дать ответ завтра. Как заявил мэр Садовый, заключенные сделки это единоразовая акция. И снять проблему в целом они не помогут. Ведь каждый день во Львове накапливается примерно 600 тонн мусора. А вот в Черновицкой области активисты обнаружили тонны мусора всего в нескольких метрах от границы с Румынией. Кто вывозит отходы и почему это мало, интересует пограничников. Ольга Паломарюк выясняла. По площади тут я вам хочу сказать, что около 20 соток котлована с глубиной 8 метров. Активист Валерий Айрине показывает горы мусора в нескольких метрах от границы с Румынией. Отходы, присыпанные землей, рядом пограничный пост. Мужчина уверен о том, что здесь настоящая экологическая катастрофа, пограничники знают, но бездействуют. Самые контрабандисты нам признали, что под выглядом смятя возятся цигарки. Оскільки ни один полицейский, ни одна спецслужба не будет рыться в смятя. Ну что ты везешь раскрыть? Они довозят сюда, вытягивают ящики с цигарками. Красноильское активисты называют поселком контрабандистов. Здесь с ней промышляют почти все. Ящики с цигаретами, которые в Румынию переправляют местных жителей, пограничники находят регулярно. Но то, что сами причастны к контрабанде, отрицают. Если люди имеют фамилии, факти, видео, фото, доказательства, причастности тех или других людей, им никто не забороняет поделиться с нами данной информацией, для того, чтобы мы могли провести соответствующие расследования. Активисты поставили в известность правоохранителей. Те осмотрели территорию. А вот на выезде с КПП активиста, вызвавшего полицию, уже поджидали. Местные жители. Молодчики все как один уверяют, в их поселке контрабанды нет. Между мужчинами начинается перепалка. Активиста просят больше не показываться на глаза. До драки не дошло. Вмешались полицейские. Валерий уехал, но несмотря на угрозы, намерен наведываться в Красноильск регулярно, пока не прикроет поток контрабанды. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Конгресс США ожидает, что со дня на день получит доказательства, как именно спецслужбы вели наблюдения за нынешним президентом. Ну, а то, что это все-таки было, уже факт. Дмитрий Анопченко следит за тем, как развивается этот громкий скандал в Вашингтоне. Когда Дональд Трамп недавно написал в Твиттере, что его прослушивали в ходе гонки, многие не поверили. Посчитали, что политик просто преувеличивает. Ведь и прямых доказательств у него тоже не было. И лишь сейчас Конгресс подтверждает, да, за Трампом была слежка. Хоть пока что ее и называют обтекаемым термином «случайное наблюдение». Это одна из главных новостей всего политического сезона. Глава комитета по разведке Палаты представителей сообщил прессе. Узнал от силовиков за Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где жил тогдашний кандидат и работал его штаб. Действительно, наблюдали спецслужбы. Конгрессмен выяснил, формально проводилась так называемая «слежка за иностранцами», в ходе которой попал под наблюдение и Трамп. В результате спецслужбы собрали внушительные данные о нем и его окружении. По документам, оказавшимся в распоряжении комитета по разведке, под колпак взяли тех, кто работал в избирательном штабе, кандидата от республиканцев. Но понятно, что объектом прослушки стал и нынешний президент. Fox News со ссылкой на свои источники подтвердил, Трампа прослушивали постоянно, до самого дня голосования. Администрация Обамы действительно следила за командой президента Трампа. Fox News выдвигает очень серьезные обвинения. Дескать, это администрация Барака Обамы в свои последние дни у власти просто шпионила за избранным президентом. Чтобы знать о его шагах и планах, а слежка за иностранцами только предлог. Дело в том, что по американским законам добиться разрешения на прослушку либо слежку за иностранным гражданином намного проще, чем за гражданином американским. Видимо, этой лазейки спецслужбы и воспользовались, ну а затем уже слушали всех подряд. Версия защиты, которую отстаивают сейчас демократы, это кто-то из команды Трампа общался с русскими агентами. Следили за ними, но вовсе не за политиком. А то, что он попал под колпак, так это непреднамеренно. Нанесли еще один удар. Конгрессмен Лью призвал сегодня коллег к бойкоту. Вообще не рассматривать законодательные инициативы от президента, пока не расследуют его связи с Москвой. Понятно, что это всего лишь игра мускулами, и парализовать Конгресс не удастся. Но уже сейчас становится понятно, скандалы вокруг нового президента выходят на качественно новый виток. И демократы будут использовать материалы прослушки, существование которых теперь уже официально подтвердил Конгресс, для того, чтобы добиваться импичмента Дональда Трампа. И как в недавней битве Хиллари и Трампа во время избирательной кампании, в этой новой борьбе тоже очень сложно предсказать, у кого больше сил и выдержки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. В Израиле учились отражать хакерские атаки, защищая покемонов. Так тренируются израильские кибервойска. Готово ли еврейское государство противостоять угрозам 21 века, расскажет Сергей Ауслендер. Учения, которые накануне провела израильская армия, остались совершенно незаметными для обывателей. Более того, их участники даже не покидали свои офисы. Все бои происходили в виртуальном пространстве. Специально для этих тренировок армия наняла гражданского подрядчика, фирму, которая специализируется на компьютерной безопасности. У каждой команды был свой виртуальный город, населенный покемонами. У атакующих была задача пробить защиту и похитить всех покемонов. В свою очередь, курсанты не только отражали атаки, но и искали в своих виртуальных городах спрятанные там флаги-метки. Та команда, которая сумела успешно отразить все атаки, сохранить своих подопечных, то есть покемонов, и найти все флаги, считалась победителем. Израильские вооруженные силы сейчас активно развивают киберподразделения, поскольку угрозы, исходящие из виртуального пространства, становятся все более реальными и все более опасными. Израиль считает угрозу, кибернетическую угрозу, очень серьезной и подходит к решению этой проблемы очень серьезно. Во-первых, и в основном была создана в армии специальное подразделение, которое этим занято. В основном это такие, как компьютерные гении, которые могут просчитать, откуда это пойдет в следующий раз, потому что это меняется все ежедневно. На этих учениях впервые их участники использовали не только стационарные компьютеры, но и мобильные устройства. В критические моменты тренировок курсантам посылали своеобразные подсказки, провоцируя их на переход по внешней ссылке. Как правило, такой переход означал загрузку вредоносной программы, которая наносила ущерб защитникам. В Израиле давно поняли весь потенциальный вред, который несут кибератаки, поэтому компьютерная безопасность это приоритет в государстве. Надо сказать, что атаки хакеров на различные ресурсы в еврейском государстве происходят практически ежедневно, но израильские системы безопасности справляются с этими угрозами и пока иностранным хакерам не удалось нанести сколько-нибудь существенный ущерб. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». Как в Грузии увековечили застолье? Где изобрели очередной эликсир молодости и какой раритет уйдет с молотка в Бостоне? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Эликсир молодости создали голландские ученые и уже успешно испробовали его на мышах. Опыты проводили в течение года над грызунами, которые по возрасту сравнимы с 90-летним человеком. По утверждению ученых, после применения мыши были активны и могли преодолеть вдвое большее расстояние, чем раньше. Когда молодильное средство появится на прилавках, пока неизвестно. Грузины признали свое знаменитое застолье памятником нематериального культурного наследия. На новость тут же с шутками отреагировали в соцсетях. Мол, что же будет? Те, кто не слушает за столом тамаду или рано уйдет с застолья, будут наказывать за оскорбление памятника культуры. Ранее такой статус уже получили технологии выдерживания вина, три вида грузинского алфавита и национальная спортивная борьба. На аукцион выставили дневник Джона Кеннеди, в котором он восхищался Гитлером. 35-й президент США написал, в Гитлере было то, что потом порождает легенды. Записи были сделаны в 45-м, после посещения чайного домика Гитлера в Баварии. Торги состоятся через месяц. За уникальный лот надеются выручить не меньше 200 тысяч долларов. Неимоверный ажиотаж в Гонконге вызвала выставка о муми коммунистических лидеров. Посмотреть на копию Мао Цзэдуна, Владимира Ленина, Фиделя Кастро и других правителей прошлого пришли тысячи посетителей. Идея необычной экспозиции возникла у китайского художника Шэнь Шао Мина почти 10 лет назад. Выставку он назвал «Встреча в верхах». Китайцы надеются его творениями, заинтересуются музеи мира и выкупят необычные экспонаты. Это были подробности, но вы же помните, что с них по пятницам только начинается большой информационный вечер. Уже через несколько минут встречаемся в студии ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите. Продолжение следует... До какой час? До какой час? Наших друзей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова